В боксе есть, касательно, конечно, боксера, есть тренера, но есть как бы команда, которая незаметна, но делает свою очень важную работу. Дмитрий Лучников – катмен, один из самых полезных, не только в России, но и в Европе, может быть, даже и в мире. Это же специалист. Дмитрий, насколько изменилась специфика работы за последнее время? Ну, я могу, наверное, рассуждать и про себя, и про бокс в целом. Действительно, хороший вопрос, потому что бокс все время меняется, несмотря на то, что это самый, можно сказать, консервативный вид спорта. Ну, вот, например, WBC, какие-то будут новые правила, еще что-то показывают, например, повторы, сейчас появилось нововведение, объявляют очки после раунда и прочее. Бокс меняется, потому что и подготовка к питанию спортсменов меняется, высокие скорости, экипировка, перчатки меняются. Больше может возникать травматизм, потому что все направлено на то, чтобы бокс стал более зрелищным. Соответственно, публика любит вот эти острые моменты, соответственно. И что интересно, еще любительский бокс смотрит в сторону профессионального бокса, где появилось WUSB, да, где они дерутся уже об новых перчатках, которые больше сжимают группы, или шлемок. И если сейчас снимут шлем на Олимпийских играх, то и капманы появятся, 99%. Соответственно, я уже, наверное, один из первых капманов, кто, благодаря WUSB, на тракт попал и отработал на кубе в серии матчей, что было тоже уникальным опытом. По себе могу сказать, что в последние годы, соответственно, ну, так получается, когда ты много работаешь с тем, ты становишься более востребованным. И попадаешь на определенный уровень, на уровне уже чемпионских наступил. И, соответственно, мне вчера задали интересный вопрос. А бывает ли такое, что боксеры горят? Ты часто видишь такое? Я задумался, что я давно такого не видел, потому что ты работаешь с теми людьми, которые уже достаточно опытные, а не чемпионы. Я почувствовал разницу уже за 10 лет работы практически. Боксеры теряют от 3-4-5 килограмм за бой. А сколько теряет килограмм капме? Да, из-за вот вчера был бой, и вы, с вами Дерубаева, и я, я думаю, потерял пару килограмм из-за переживания. Потому что стараешься держать голову холодной, да, чтобы, ну, невозможно не сопереживать по итогам, если идет еще какой-то драматический бой. Когда идут рассечения гематомы, я, в принципе, не включаюсь в это эмоционально, ну, чтобы максимально эффективно выполнить свою работу. Но когда вот вдруг товарищ, вдруг начинает опускать удары и чувствовать, начинаешь реально переживать. Конечно, вы теряете иногда какие-то там нервные клетки. Ну, все-таки нужны остальные нервы, потому что приходится в считанные секунды принимать какое-то решение. Даже не остальные нервы, нужна высокая адаптивность. Я думаю, это одно из условий работы, потому что нужно достаточно обладать гибкой нервной системой. Спасибо.